Всем привет, меня зовут Евгений, я из города Санкт-Петербург. На служение пастора Михаэля приехал в первый раз. Все началось с того, что мой друг посоветовал мне посетить его онлайн-курс в Ютубе. Я его недавно впервые увидел. Сердце откликнуло, и что-то вот такое произошло, что какие-то откровения. Честно говоря, я под первую его проповедь даже заснул, меня просто отключило. Я в этот день молился, молился за свою возлюбленную, ее исцелял. И так получилось, что в одно ухо включил наушник Михаэля пастора, и в этот момент как-то меня отключило. Я думаю, что-то вот такое интересное произошло со мной. Потом так получилось, что мой друг сказал, мой брат сказал, что есть его служение, можно поехать и вживую увидеть, поприсутствовать, попереживать. Что-то, может быть, интересно откроется в сердце. И вы знаете, я хотел, ну, написал организаторам, хотел попасть на его служение. И мне организаторы сказали такое, что все, билетов больше нет, и я не смогу попасть на его служение. В этот день я помолился Господу, сказал Господь, если я нужен на этом служении, пожалуйста, сделай так, чтобы я попал туда. Ну, мне организаторы сказали, что там большая очередь, что вообще никак не попасть. В итоге, через день я вижу сообщение от организатора, это была Наталья. Она сказала и написала мне, что Господь увидел, услышал мою молитву, увидел мое сердце открытое, и для тебя есть место, ты можешь попасть. Это было для меня таким знаком. Я, конечно же, поехал. Я не пожалел. Это было для меня даже не подобрать слов, как это можно объяснить. Это было откровение, это было очень мощно для меня. Святой Дух меня всегда касается, Он со мной всегда пребывает. Я всегда молюсь Господу, чтобы Он послал мне Святого Духа, чтобы Он всегда направлял меня, оберегал, охранял, чтобы я всегда пребывал с Ним. Но вот именно на служении я, наверное, впервые коснулся Святого Духа так сильно, так мощно, что аж ноги подкосились. Но первый раз это не произошло так сильно. Скорее всего, наверное, мое сердце было не открыто к этому. Уже когда, чуть попозже, да, меня Михаил Паста пригласил, сказал, открой свое сердце, просто отдайся Господу, и все произойдет. И у меня все получилось, и я полностью отдался Господу все свое сердце и проникся. И вы знаете, произошло вот это касание Святым Духом, это переполнение. Это было потрясающее чувство. Конечно, такие переживания, их невозможно даже словами описать, но это было невероятно. У меня такой первый раз переживание, конечно же, и я очень рад, я очень благодарен Михаилю Пастуру, я очень благодарен Богу, то, что Он послал меня сюда, за то, что я нахожусь здесь, могу делиться с вами, и это было очень потрясающе. Ну, я почувствовал очень сильное помазание Святым Духом. Вы знаете, когда после служения я пришел в отель, наверное, я на служении не так сильно проникся, но я проникся, когда я остался один. Я лег в постель, и вы знаете, такое ощущение, как будто я в облаке. Такое ощущение, как будто левитация произошла. Я даже глаза открыл и думаю, неужели я где-то парирую в воздухе? Нет, я лежал на кровати, но такое состояние было, как будто я в облаке, как будто вот я на чем-то таком мягком лежу и пребываю с этим. Вот самое главное пребывать в этом состоянии, не упускать, потому что, ну, многие люди приезжают на его служение, да, и, возможно, там через некоторое время забывают об этом. Вот это присутствие Божьей помазания, Божья сила, Божья слава, в этом нужно постоянно пребывать, в каждой секунде, да, и не упускать это состояние. И я не представляю, что дальше со мной будет происходить, какие чудеса, я очень верю в эти чудеса, они со мной каждый день происходят. Да, и я так благодарен Господу, что Он приложил руку свою на меня, и, возможно, произошло исцеление, возможно, это что-то такое было мощное, невероятное. Я так благодарен, слава Богу, аллилуйя. Я всем желаю счастья, гармонии, любви, добра, всех благ, благословений. С Богом. Спасибо.